Продолжение следует... ...соревнований на поле Московский банк Сбербанка России и команда Спецсвязь. Московский Сбербанк сегодня уже встречу провелся, еще там 1-0 обыграл товарищей по Сбербанку, команду Сбербанк Технологии. А вот для Спецсвязи это первый матч в наших соревнованиях. Дэм был открыт. Вперед, вот, уже... Ну, каких-то изменений в составе спецсвязи по сравнению с прошлым первенством не замечено. Радикальных изменений нет. Видимо, устраивает их тот состав, который мы в прошлом сезоне видели. Но почему бы и нет. Сыгранные ребята, наученные. Все у них в порядке с физикой. Ну и вот Погорелов, один из самых, наверное, известных вортарей в наших соревнованиях. Женька, ну, третьего, Жень! Сколько уже сезонов, мы наблюдаем за его отличной игрой. Сразу и не сосчитать. Перед вортарем один, ребят! Перед вортарем один! Спецсвязь с первых секунд забирает под свой контроль мяч. Ну, Слава, ну! Каза, назад! Все, ближе, Слава! Повторю, ребят, Слава, до конца! Слава! Слава! Слава, кем ты! Вечеря! Вот контратака Сбербанка. Первый удар. Им оказывается, что и не нужно владение мячом. Хватит одного точного удара, и сразу Московский банк выходит вперед. 1-0. Интереснейшее начало игры. Спецсвязь мяч контролировала, а у Сбербанка сыграла ставка на контратаку. Как здесь не согласиться с репликами тренера спецсвязи, которые мы можем видеть? Мы можем, а вы нет, но мы их повторять не будем. Ой, Дэн, Дэн, поиграем в ворот! В ворот играем! Право на штрафное, получается, спецсвязь. В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках пятого первенства Москвы. И тогда две победы мы видели в исполнении спецсвязи. 4-2 и 3-1. В четвертом первенстве два ничейных результата со счетом 1-1. А в 2014 году победа Сбербанка. 5-0 и ничья со счетом 2-2. Почему вы не заглянули в 2013 год? Там 3-1 победа в спецсвязи и ничья 0-0. В общем, статистика личных встреч здесь на стороне спецсвязи. Сбербанка. 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 По итогам прошлого первенства Московский банк оказался на седьмой строчке в турнирной таблице. Спецсвязь выше. На пятом месте. Ну, спецсвязь-то могла и на бронзу претендовать. А вот Московский банк от третьего места заметно отстал. В этом сезоне Сбербанка будет исправляться. И исправляться уже начал. После четырех матчей. Одна победа, две ничьи и одно поражение. Ну, могло быть и хуже. Скажем так, с учетом того, что очки теряют. Все команды, хотя первенство едва стартовало, результаты Сбербанка весьма неплохи. Блин, галли, Антон! Бля, 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 ты стоишь! А, вон что у нас. Меридиан. Че, Меридиан? Страхует, кто страхует? Женя! Женя, страхует! Решение отправил, зафиксировано. И желтую карточку даже получит игрок. Сорвал перспективную атаку. Пошли ближе! Сорвал ближе! Ближе, Ближе, Андрей! Калка! Многи, ноги, жизнь! Влево, да, Дэн, влево, Дэн, влево, Дэн, влево. Падает чуть-чуть, да. Жень, Жень, шаг назад, сейчас будет выдвигать. Ближе, поднимай, Жень. Бровка, бровка, морчат, бой! Еще одна быстрая контратака Сбербанка, казалось, в ее начале, что и комментировать нет смысла, потому что захлебнется, но нет. Прошел каким-то чудом этот перевод с острейшего угла, ну, уже практически на линию ворот, и оттуда забить мог бы, ну, практически любой. 2-0. 2-0. Ну, это еще не нокаут, но... Нокдаун ощутимый для спецсвязи. Помогай, помогай! Хорош, Андрюха, назад! Нужно будет справиться и желательно это сделать еще в оставшиеся от первого тайма 3 минуты. И снова отличный прорыв Сбера. Е clicked сам товарища в нашем начале! Наher на 2-1. Здравствуй! Погорелов решил взять инициативу в свои руки, но ненадолго. Здесь поторопили Погорелова, чтобы он поскорее в ворота вернулся. В спецсвязи немного не хватает надежности, но может быть здесь как раз сказывается длительный перерыв выступления. В движениях, в тренировках. Нужно еще в спецсвязи войти в игру. Спецсвязи еще сегодня играть с Мосэнергосбытом и с Газпромэнергохолдингом. Два сложных матча. Тоже придется много сил оставить. Контр-оток Асбербанка. Три в два. Желтую карточку получает игрок Сберманка. Стой, стой. Стой, стой. Стой, стой, стой. Дай, шелтую. Время-то идет. Один секунд, контор. Быстрее, огонь. Ну. Погорелов. Четыре секунды, Андрей. Свисток на перерыв. Нужно отдохнуть. Остынуть. Считается второй тайм. Тренер спецсвязи, в течение всего перерыва, пытался зарядить спецсвязь на борьбу, на победу. Но вот скоро узнаем, удалось ли это сделать. Потому что в первом тайме спецсвязь выглядела, ну, совершенно как-то разбито. Вот сразу пытаются хорошую атаку провести и даже дело до удара доводят. Главой. Насадная ошибка, естественно, потеря. Насадная ошибка, естественно, потеря. Давай, дай, держи. Ближе, все. Секунды. Аут. Давай, давай. Быстро ходит мяч у спецсвязи. Даров у спецсвязи стало больше. Ну, в принципе, работа у вратаря столько же остается, потому что... Ну, вот здесь вот мяч летел в створ. Давай, давай. Ты стоишь, что ты. Здесь, стань. Здесь, стань. Жень, в страху, Женя, натикай. Да, да, слава, да. Аут. Все, что, давай, давай, ходим в мяч, Женя. Спецсвязь давит. Ну, и в начале первого тайма мы видели абсолютно такое уже давление. И к чему это привело? К тому, что через полторы минуты спецсвязь пропустила. Первый мяч, а вскоре еще и второй получила. Да, да. Все, Антон, выскакивай. Антон, Антон. Мяч в поле. Погорелов к центральному кругу подошел. Заброс на дальнюю, отличная штанга там была. Ой, рамштейнчик как-то такой. Уф, за уговым вылетел оттуда. Оттуда тоже можно зайти. Берешься, хардкор даже странный. Не, ну нормально. Как раз вижу, что такой экшен. Здрасте, ребята, как-то бахает. В принципе, если не зло, крики наложить на музыку, я думаю, мы тоже наем будем сожжать. Три с половиной минуты сыграно во втором тайме. Спецсвязи практически стопроцентное владение мячом. Большое количество ударов в створ, но по-прежнему ноль в графе «Забитые мячи». Большое количество ударов в створ, но по-прежнему ноль в графе «Забитые мячи» И опять «Погорелова» подключают к атаке. Младение мячом – это здорово, но нужно и до удара дело доводить. «Погорелов» не в шаг ему мяч пришел. Меньше пяти минут в спецсвязи есть, чтобы забить два мяча. Не обойдется, здесь без свистка арбитра. А сейчас третий. Третий фолл у «Московского банка». Хороший, действенный подкат. И, получается, Сбербанков из последнего мяча коснулся. Коллективный отбор работает у «Московского» отлично. все видел контролировал сейчас нас будет ждать угловой но до него видим мы тайм-аут в спецсвете а на а а а а Кирилл, ты для Миши что-ли такой исторический? Кирилл ставишь Я могу конечно снова включить Но когда я буду уходить Музыка будет проще Итак, три с половиной минуты Сейчас важнейший момент Матча смотрим угловой спецсвязи Как исполняют тренерскую задумку Выпустили еще и полевого игрока вместо голкипера Выпираем Андрюк, не забывай Быстрее Быстрее С мячом нужно расставаться Подсказывает тренер спецсвязи Андрей, быстрее Быстрее Стратистик, ну тут нельзя ошибаться Андрей, блядь Ворота пустые Ну есть кому подстраховать Ну что, сразу удар? Нет Снова до верного катать собираются спецсвязисты Еще раз, еще Жди, Жень, жди Ва, вперед смотри Еще Жень, опал, Жень, опал Ну что, и на дальнюю? Да, попытка защита, да Слава! Какая там обмотка может быть? Давай, давай, давай И удар здесь Андрей, перед Ватарем Еще раз, еще Ну, сейчас лучший был момент В исполнении спецсвязи Ходит, ходит мяч, ходит мяч Андрей, жди Еще раз, еще Слава, Слава, выскочи, огонь Дай, ну Андрей И удар Меньше полутора минут остается в спецсвязи Меньше полутора минут остается в спецсвязи Нужен хотя бы гол престижа В углу справа у стены Досадно начинать турнир с поражения В углу стены В одиннадцатой Ну, Андрей Справа у стены Давай Слава Мяч попал в руку Но это именно попадание мяча Последняя минута чистая И он стартовала Последняя чистая минута И он стартовала Последняя чистая минута Андрей, выскочи Блядь Блядь, блядь, ты че не видишь Что там игрокка стоит? Ладно, куда тудаешь-то? Блядь Жень, Жень, посмотрите Ну Не испытывает никаких проблем Сбербанк Даже с учетом того, что в пять полевых уже На протяжении двух практически минут Даже больше трех минут играет спецсвязь За три тридцать до конца пятый полевой вышел Последние секунды Шанс на гол престижа Последняя атака Тоже не заканчивается взятием ворот И итоговый счет матча 2-0 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok